друзья всех приветствую на торговой сессии четверга мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал и маркетс оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставите лайки также друзья напоминаю что всем клиентам компания маркетса доступен телеграм-канал с актуальными торговыми идеями можете подключиться к нему по ссылке под этим видео и так сегодня довольно интересный день с точки зрения фундамента особенно для британской валюты фактически сегодня мы будем следить только лишь за фунтом потому что сегодня выборы в шотландии которые прежде всего интересны тем что от результатов будет зависеть вероятность проведения повторного референдума также сегодня классический супер четверг для тех кто следит за британской статистикой потому что сегодня в рамках одного дня сразу нас ждут итоги последнего заседания британского регулятора ставка объем программы количественного смягчения прогнозы по экономическому росту по инфляции в целом расстановка сил по голосам за либо против повышения процентной ставки после всего этого пройдет классическая пресс-конференция председателя банка англии а бейли и конечно же руководствуясь опытом мы можем точно сказать что британская валюта вооруженная таким фундаментом будет сегодня на пике волатильности и самое главное друзья вы должны контролировать риски это ваша ответственность поэтому я призываю вас как бы не хотелось торговать на всю катушку будьте бдительны потому что политический фон который совмещен с макроэкономическим фундаментом статистикой такого уровня это в принципе серьезный катализатор и буст для на британца который даже против доллара может привести к его росту либо падению больше чем на фигуру помимо этого мы продолжаем следить за европейской валютой сегодня выступление кристин лагард 1425 по московскому времени но об этом а чуть позже и в рамках еще событий экономического календаря традиционный для четверга релиза по заявкам на пособие по безработице в сша хотя наверное этот отчет сейчас не так уж и интересен потому что мы ждем пятничный нонфарм пэрлс которые и станут ответом на вопрос касательно восстановления а именно американского рынка труда и в целом всей американской экономики давайте начнем с рынка нефти 6909 друзья мы по-прежнему не добрались до нашего заветного целевого ориентира в 70 долларов за баррель хотя в рамках вчерашней торговой сессии до него осталось совсем чуть-чуть 6993 было но рукой подать я думаю что мы точно сможем добраться до этого значения сегодня завтра по фундаменту почему нефти растет много раз уже было сказано что это нормальная реакция нефти сырьевого инструмента на распространение вакцин в планетарных масштабах скажем так это нормальная реакция на рост экономической активности на увеличение автомобильного трафика на повышение спроса на авиационное топливо в целом на бензин это нормальная реакция от нефти на снятие карантинных ограничений и на тотальное восстановление всей мировой экономики не цепляйтесь друзья за индию да регион важный для нефтянки но помимо индии я в недельник это говорил есть еще сша китай еврозона где более-менее все нормально если сомневаетесь в этом не стоит потому что действительно подтвержденный факт о смягчении карантинных ограничений усть ускоренных темпов вакцинации которые позволяют все таки даже мне такому закостенелому скептику все-таки менять свою позицию и остановиться большим оптимистом не хочу негативить друзья это наверное неправильная позиция ну то есть негативить и советую вам тоже пополнять ряды оптимистов которые на текущем этапе будут верить восстановление мировой экономики данные по запасам друзья я говорил что мы скорее всего увидим резкое значительное снижение запасов потому что сейчас растет спрос на бензин бензин делают из нефти чем больше сейчас будет потребляться бензина тем больше нефти будет перерабатывать поэтому запас снижаются и что-то подсказывает мне что примерно через месяц через полтора когда мы основу будем говорить о динамике по запасам нам удастся констатировать то что спрос на бензин на топливо восстановился до значения 19 года потому что все к этому и идет и при таких темпах о снижении запасов нефти кстати говоря текущее снижение на почти 8 миллионов баррелей за неделю она стала максимальным с января при таких темпах те сроки которые обозначил вполне реальные спрос на топлива это индикатор восстановления целом также мировой экономики поэтому нефть на это реагирует положительным образом 70 друзья долларов за баррель потом отдыхаем индекс американского доллара 91 30 пока что ничего не меняется комичная ситуация была с выступлением джанет елен в один день она говорит что процентные ставки могут быть повышенные в другой день после разъяснительной беседы наверное с ней она откатывает свои комментарии и отмечает что вероятность повышения процентных ставок крайне мала и в принципе она не имеет права рекомендовать что-либо фрс это понятно потому что она теперь не в голове американского регулятора она выставляет министерство финансов фрс независимый финансовый институт в то же время друзья я много раз говорил что хотите понять как будет действовать фрс касательно монетарной политики слушайте паула этот человек который отвечает за финансовую стабильность и конечно же он чувствительным крыльичным настроением и он не даст ни с того ни сего появится теме возможного ужесточения монетарной политики предварительно не подготовив общественности я допускаю что после лета мы к вопросу ужесточения монетарной политики вернемся но пока работаем с американским долларом а через короткие позиции потому что чем лучше общий тотальный фундаментальный фонд тем больше причин а покупать риск вчерашняя статистика иди пи 742 тысячи новых рабочих мест да не дотянули до прогноза но друзья сравнить этот релиз со значением двухмесячной давности очевидный ведь прогресс не нужно заниматься поиском плохих данных там где их нету а и 7 сфере услуг 62 и 7 это чуть ниже чем в позапрошлом месяце но гораздо выше 50 то есть это значит то что сектор восстанавливается ждем нон-фарм пэрилса завтра они точно не разочаруют и на этом будем топить за еще большее снижение доллара тем более что чем лучше сейчас выходит статистика тем активнее снижается доходность американских облигаций евро против доллара 1 20 сейчас котировки думаю что отличная возможность чтобы с минимальным плечом с контролем рисков открыть длинную позицию данные по активности производственного сектора еврозоны и по сфере услуга также по еврозоне неплохие экономика еврозоны восстанавливается сегодня послушаем кристина лагард но думаю что она также будет крайне оптимистично высказываться и комментировать общего макроэкономическую ситуацию в странах и с поэтому на этом евро может восстановиться фунт против доллара друзья я уже сказал насколько сегодня важный фундамент на собственной страха риск я открыл день назад длинную позицию целью мне скромные всего лишь 1 40 думаю что до туда доберемся но сегодня предугадать а фактически где фон завершить день невозможно потому что значимый фон политический и именно статистически я делаю ставку только лишь на волатильность а волатильность это такое явление которое закидывает опару и вверх и вниз вот главное чтобы мы сначала коснулись сопротивление 1 40 и по остальным активам все без изменений dow jones мы покупаем он остается на исторических максимумах выше тридцати четырех тысяч а пунктов а доллар канадец в шорт 1 2270 сейчас новозеландец 0 72 цели на уровне 0 73 на этом собственно все хорошие торговой сессии всем пока